С 1 июня изменятся нормативы ОДН. Правда, несущественно. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал зампред правительства Максим Громов. Плюс и минус в цифрах будет зависеть от степени благоустройства и этажности многоквартирного дома. Наибольшее увеличение норматива посчитали для жителей с централизованным холодным и горячим водоснабжением, этажностью зданий до 5 этажей и от 10 до 16 этажей. Департаментом только добавлена одна степень благоустройства, по которой норматив рассчитан впервые. Это многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и самостоятельным производством, исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества. То есть это самостоятельная подготовка горячей воды в случае, когда дом не подключен к системе централизованного горячего водоснабжения. Весьма спорный норматив на водоотведение установлен как сумма горячей и холодной воды, потребленной в местах общего пользования. Минстроя вынес в Госдуму предложение данную строку ОДН отменить, поскольку посчитать ресурс в данном случае очень сложно. Не вся вода, используемая в местах общего пользования, в полном объеме поступает в систему водоотведения. Но пока решение законодатель не принял, нужно платить. Что касаемо норматива на электроэнергию, тут стало все логичнее. Чем больше электрооборудования, тем норматив больше. Теперь норматив на потребление электроэнергии не только для дома, оборудованного лифтом, а там есть дифференциации по всем видам электропотребляющих устройств. Такие как отдельно насосы холодного водоснабжения, отдельно насосы горячего водоснабжения, отдельно насосное оборудование системы теплоснабжения, отдельно электрооборудование телекоммуникационное. В идеале граждане должны платить только за те ресурсы, которые реально используют. И если есть общедомовые приборы учета, то по ним и должны производить начисления управляющей компании, а не по нормативам. Те управляющие компании, которые продолжали до сегодняшнего дня производить начисления, исходя из нормативов, всю разницу между начислениями по нормативам и фактическим потреблением, если по нормативам начисления получаются больше, то данные средства управляющая компания имеет право расходовать только на один единственный вид. Это на содержание общего имущества дома. Информация о новых нормативах опубликована на сайте регионального департамента энергетики и тарифов. Найти все необходимое можно в разделе «Открытые данные» под раздел «Нормативы». Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.